Добрый день, коллеги! Я являюсь директором проекта в Ростелекоме по созданию типового продукта по информационной безопасности. Собственно, о нем и поговорим. Вообще у Ростелекома есть весь спектр продуктов, которые должны покрыть потребность банков при общении с биометрической системой. И армбиометрия, и защита каналов связи. Но мы сегодня пойдем про типовой продукт. Итак, поехали! Немножечко статистики по единой биометрической системе. Несмотря на то, что мы стартовали всего лишь 30 июня 2018 года, подключили уже почти 100 банков. Это много. 450 городов России, в которых можно сдать биометрические образцы в 4,5 тысячах отделениях банков. Конечно, в этом нам помогает наш уважаемый регулятор, который поставил перед банками лидерскую цель, чтобы к 31, 12, 2019 году 100% отделений были подключены. Но тем не менее, все равно темп, который взят и банками, и нами, очень хороший. Это не может не радовать. Сервисы удаленного открытия счетов уже реализованы некоторыми банками. Уже выведены в промышленную эксплуатацию. Это еще раз подтверждает то, что услуга более чем актуальна. Она создает ценность для клиента, которой грех не воспользоваться. Недавно, буквально 12 февраля, вышли методические рекомендации о нейтрализации угроз 48.59. Очень своевременный и нужный для рынка документ. И в нем изложено несколько основных путей реализации достижения этой цели. Собственно, разработка собственного решения, типовое решение или облачное решение. Мы проанализировали документы, как бы на наш взгляд у каждого пути есть свои положительные и отрицательные стороны. Очевидно, что реализация собственного решения достаточно дорого, трудоемко, потому что требуются тематические исследования, требуют заключения лабораторий. Ну и долго, соответственно, потому что согласование документов с коллегами из ФСБ достаточно длительный процесс. Он трудоемкий. Мы прошли его, и системный проект, по которому создан типовой продукт Ростелекома, согласован коллегами из ФСБ. Мы готовы его представить в любую кредитную организацию, которая к нам обратится, и будем рады его внедрить достаточно быстро и адекватно. По поводу облачного решения, все участники рынка на данный момент находятся в стадии проектирования облачного решения, так же, как и мы на самом деле. Но надо понимать, что если с продуктом по регистрации понятно, что делать и как достигать этой цели, то с облачным продуктом по удаленной идентификации есть ряд инженерно-технических сложностей, которые нам могут сильно затянуть сроки согласования. Поэтому мы оцениваем с облачным решением достаточно серьезные сроки и ожидаем выхода на рынок не раньше конца года. Итак, какие перед банком стоят задачи обеспечения информационной безопасности в процессе сбора биометрии? Предусловием является подключение к СМЭФ. Есть требования по защите каналов связи между филиальной сетью и банком. Банк должен получить ключ КВ-2 в единственном удостоверяющем центре Российской Федерации в Глупне и Восход. Это достаточно процедура, которую все равно надо делать. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Соответственно, дальше у нас идет ХСМ, его инсталляция, настройка, встраивание и подтверждение корректности встраивания ХСМа. И тематические исследования на конечный продукт. Собственно, типовое решение Ростелекома закрывает три самых проблемных вопроса. Это написание программного обеспечения, его встраивание и проведение тематических исследований по нему. Что из себя представляет типовой продукт? Это набор аппаратных средств, средств защиты информации, серверная часть и ПО. Собственно, по средствам защиты информации у нас межсетевой экран, SOF, TLS, шлюз определенных классов, которые согласованы с коллегами. Обязательно операционная система, которая прошла проверки необходимой антивируса, МДЗ и СПО для подписи биометрии. СПО – это наше программное обеспечение, которое реализует основные функции по общению с биометрической системой. Это формирование пакета данных, взаимодействие с ЕСИ и, собственно говоря, проверка результатов подписи при удаленной идентификации. На данный момент системный проект согласован с ФСБ. Нами получено уже в бумажном виде согласование, что как бы не может не радовать. Тематические исследования по корректности встраивания и отсутствию недекларированных возможностей в процессе находятся, но понимая глубину описания всего программно-аппаратного комплекса в системном проекте, мы с своей стороны понимаем, что проблем с сертификацией в этой части быть не должно, потому что согласование системного проекта автоматически подтверждает соответствие всем требованиям регуляторов данной области. В стоимость типового продукта мы включаем поставку, монтаж, настройку и техническую поддержку на год. Так, процесс внедрения внутри кредитной организации. При проектировании типового продукта нами учитывался момент простоты интеграции в инфраструктуру банка. Поэтому у нас получилось свести количество точек интеграции всего к двум по количеству процессов. Соответственно, процесс регистрации и процесс верификации. Достаточно простой API, который понятно, как взаимодействовать, имеет хорошее описание и не составляет какой-либо сложности его внедрения. Итак, основные преимущества на слайде. Собственно, системный проект согласован опять же с ФСБ. Выполнены все требования регуляторов, и это является подтверждением того, что эти требования выполнены. Решение поставляется в рамках коробочного продукта, включает в себя настройку, логистику, готово под ключ. И Ростелеком в данной ситуации и со стороны оператора единой биометрической системы, и со стороны, в принципе, заинтересованной, выступает архитектором и гарантом качества работ наших партнеров, которые занимаются внедрением данного продукта. Надо признать, что типовой продукт изначально делался таким образом, чтобы его ресурсы и мощности можно было переиспользовать, во-первых, в дальнейшем на внутрибанковские нужды в плане обработки биометрических данных, и в то же время была возможность использования его для новых услуг, которые, несомненно, появятся через некоторое время, когда регулятор разрешит. Собственно, что необходимо сделать? На портале единой биометрической системы мы создали раздел о типовом продукте, где сделали определенный конфигуратор, который позволяет сделать запрос адресный, конкретный в соответствии с потребностями кредитной организации. Заключаем контракт, и по нашим оценкам, срок внедрения типового продукта в кредитную организацию будет составлять 2-3 месяца. Ну, кратко по типовому продукту, наверное, все. Дальше я готов на вопросы ответить и доступен в кулуарах. Пожалуйста, вопрос. Представьтесь, если не трудно. Андрей Федорец, Одессистемс. Ну, мы также готовим системный проект на типовое решение наше, которое уже в 80 банках примерно работает. Вот, соответственно, ну или будет работать, потому что оно заводится, вводится в эксплуатацию. У меня вопрос такой. А ваш системный проект, это открытый будет документ или нет? Суть вопроса в следующем. Если текущая реализация типового решения не соответствует системному проекту, потребуется доработка и повторная работа по его сертификации, да? Ну, на самом деле, системный проект является нашим документом, и открытым он не будет. Это во-первых. А во-вторых, любые изменения в системный проект потребуют его согласования, пересогласования, очевидно. Ну и все работы, которые будут сделаны потом по нему, потребуют подтверждения корректности. То есть заключение лаборатории о подтверждении корректности соответствия требованиям системного проекта. Ну, а можно вернуть, поставить слайд с закрытым контуром? Нет, нельзя. Ну ладно, окей. Суть вопроса такая. На наш взгляд, есть незакрытые решения угрозы конфиденциальности и целостности геометрических образцов, потому что они в кавычный контур у вас в открытом виде попадают. То есть предполагается, видимо, что КС-3 канал должен быть между этим. Ну, просто КС-2 канал дешевле в построении для банков. И, соответственно, шифровать и подписывать данные на армию биометрии, на сбор биометрии, как бы проще, чем сохранять угрозу конфиденциальности и целостности данных. Это раз. То есть будет ли изменение в части, касающейся этого, в вашем софте? Это раз, да? А второй вопрос. OpenID Connect, когда примерно будет… Ну, как бы мы с вами общались, я понимаю, я просто для аудитории задаю вопрос. Когда примерно будет согласован вариант OpenID Connect с ФСБ, с тем, чтобы можно было в правильном виде реализовывать процесс верификации в банках? По поводу OpenID Connect. Надо признать, что спецификации согласуются коллегами, которые разрабатывают и дорабатывают ECU. Поэтому, наверное, лучше вопрос к ним адресовать. Я не готов так сходу ответить, когда будет согласован и финализирован OpenID, потому что просто не знаю, какие там работы с их стороны запланированы. По поводу первого вопроса. Насколько я помню, требование к защите каналов связи звучит следующим образом. Это либо КС-3, обеспеченный аппаратными средствами, либо программный КС-2 клиент, плюс дополнительные средства защиты рабочих мест. Ну, эти требования позволяют гибко достаточно реализовывать защиту, и на наш взгляд, как бы, они нормальные. Дело в том, что мы со своей стороны понимаем, что данные, которые доходят до типового продукта, они двигаются внутри контролируемой зоны банка, которая, как бы, защищена. Тут вопрос-то в том, что сейчас Эмеркет вышла имени Дня Святого Валентина. Соответственно, в ней УКЭП у каждого оператора. Зачем тогда УКЭП, если он не используется? Ну, в типовом решении. Наверное, лучше это спросить у коллег из регулятора. А где Артем Михайлович скоро подойдет, я так понимаю. Банк Лынов, Карп, Евгений Александрович. Можно еще уточнить? Вот в 4МР нарисован интересный такой момент. Там определен участок сбора. То есть это тот участок, который на конечных местах, где сидят девушки, сотрудницы банка, и будут собирать биометрические образцы. Там написано то, чем надо защищаться. Криптография, не вопрос. Антивирус сертифицированный, не вопрос. Фаерволл, ну ладно. Но там еще нарисованы ИДС, ИПС. Мы можем? Ну, это как бы не совсем в мой адрес вопрос. Хорошо. Дмитрий Злодиев, ВТБ. Есть два документа. Один документ – это типовое решение, методические рекомендации по типовому решению, которые согласованы с ВСБ. И в апреле, насколько я знаю, решение будет сертифицировано само. И есть 4МР, которые выпустил Центральный банк. Это методические рекомендации по защите для банков. И это два разных документа. А еще есть методические рекомендации по ЕБС, собственно, по самому ядру системы. Ну, там про безопасность сказано постольку-поскольку. Мы сейчас говорим именно про безопасность. Два документа, соответственно, по типовому решению, то, что коллеги из Ростелекома согласовывали с ВСБ и направили во все банки. Ну, есть документ, регламент использования биометрии, системы, и там нарисован сильно упрощенный вариант защиты. Он действующий, оператором. Мы можем им пользоваться? Или в соответствии с 4МР должны защищаться? Ну, учитывая то, что как бы 4МР вышли 12.02, я думаю, что все документы, которые перекликаются тем или иным образом с этим вновь вышедшим документом, будут обновлены в скором времени. То есть следует ожидать очередной редакции всего пакета документов. Правильно мы поняли? В соответствии с текущей нормативкой. Тогда можно на био-РТРУ его пометить, как устаревший и не подлежащий применению. Возможно, отметим. Хорошо, коллеги. На правах ведущего мне бы тоже хотелось задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кто, как и каким образом и чем, главное, будет отвечать, допустим, за утечку биометрических данных конкретного гражданина, который обратится в Роскомнадзор в случае утечки и скажет, вот мои биометрические данные обнаружены там-то и там. Скрыть, пожалуйста. Чем Ростелеком, как в GDPR для Европы написано, будет отвечать своим? Это риски ваши, Ростелекома? Или это риски ЦБ, и ЦБ будет платить в случае чего? Ваше мнение? Ну, по моему мнению, на самом деле, только результаты расследования могут показать конкретные утечки, на чьей стороне она произошла и, соответственно, на кого возлагает соответственность за эту утечку. Если это утечка на стороне Ростелекома, да, безусловно. Если это утечка на стороне кредитной организации, как бы, то отвечать будет кредитной организацией. То есть, либо Ростелеком, либо кредитная организация. Все участники, которые участвуют в обработке биометрических данных. Нет, но, коллеги, если внимательно почитать тот договор оферты, который опубликован, то там ответственность размыта. Ну, Ростелек пишет согласие на обработку своих персональных данных в виде биометрии и доверяет оператору, а дальше, значит, ответственность размывается. То есть, нет конкретного, конкретной организации, которая ответит за утечку. По-другому, как читать документы, все умеют. Хорошо, понятно. Есть еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Петер Евгений, Челонбанк. Вот у вас на схеме железо примерно на 2,5 миллиона. А еще 2,5 миллиона – это что? Это работы по внедрению, а также стоимость СПО, которая входит в типовой продукт. Дороговатое внедрение. Вам никто не мешает сделать это самостоятельно? Ну, там есть табличка, где есть сравнение. Вы можете самостоятельно, но самостоятельно надо будет согласовывать с ФСБ и так далее, и так далее. То есть, вот три варианта предложено, и, естественно, Ростелеком предлагает свой вариант, как наиболее быстрый, наиболее легко согласуемый и наиболее, видимо, легко будет продаваемый. Правильно я понимаю? Неправильно. Неправильно? Хорошо. У меня, Алена Игнатьева, строили с банк. Вопрос по поводу комплекта. То есть, написано, что это комплексное решение, указаны средства информационной безопасности, которые в него будут входить. Сам арм сбора биометрии, это туда не входит, это еще за отдельную плату. Нет. Понятно. Хорошо, спасибо. Арм сбора биометрии – это как бы решение, которое на данный момент существует на рынке, причем не только от нашей компании, но и от других, и как бы может быть использовано любое. Ну, коллеги, я как эксперт с большим опытом могу сказать, что, конечно, это решение по сбору биометрии, оно страдает весьма и весьма. В плане безопасности оно не продумано до конца. В частности, скажем, международные стандарты рекомендуют ввести видеозапись этого процесса, регистрацию дополнительную и обязательную подпись гражданина, не только на согласие сдачи биометрических данных. Хорошо, не будем больше мучить нашего уважаемого докладчика. Спасибо вам большое, Дмитрий, за доклад, за участие в вопросах. Я надеюсь, что вы останетесь и на гостяку. Спасибо. Конечно. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»